Продолжение следует... В принципе, ничего не произойдет. Мы создали проект, но мы его не видим. И совсем не очевидно, что нужно сделать, чтобы сохранить его. Поэтому я предпочитаю делать вот так. Я иду в Preferences, в меню Options, вот здесь внизу. Перехожу в раздел Проект, и отмечаю вот здесь. Вызывать окно сохранения при старте нового проекта. Если мы поставим здесь галку и нажмем ОК, то теперь при создании вот здесь нового проекта будет появляться диалоговое окно с предложением сохранить новый проект. Я сохраню его на свой жесткий диск, Hard Drive Audio. Если у вас есть внешний диск, то неплохо бы сохранять файлы проектов на него. Особенно если проекты у вас большие. Поэтому сохраню проект сюда. И назову файл New Song. Теперь файл сохранен на жестком диске. И так будет происходить каждый раз при создании проекта. Открываем директорию. Вот он. Вот наш файл проекта. Но когда мы начнем записывать аудио, тут начнется беспорядок. Давайте сделаем это. Создадим новый трек. Двойным щелчком мыши. Включим режим записи. И запишем звук. Вот так. Несколько кусочков. И сделаем три айтема. Теперь вернемся в нашу директорию и посмотрим, что тут произошло. Кроме файла проекта вот здесь, на внешнем диске, у нас появились вот эти все файлы. Три аудиофайла и три файла с формой волны. В них записана форма волны созданных аудиофайлов. Как видите, тут может образоваться настоящая свалка, если мы будем работать над полноценной песней. Много треков, и на каждом треке множество аудиофайлов. И все они будут сохраняться в корень диска. С точки зрения организации проекта, это не самый лучший вариант. Вместо этого давайте расположим все файлы в папке. Удалим тут все. Создадим новый проект. Снова появится окно с предложением сохранить его. Но в этот раз мы назовем его New Song. И вот здесь мы отметим опцию создать отдельную папку для проекта. Если мы выберем эту опцию и нажмем сохранить, то файл проекта будет сохранен в отдельную папку. Зайдем в директорию. И вот тут папка для New Song. Если мы откроем ее, то увидим наш файл. Теперь, если мы запишем что-нибудь, все аудиофайлы будут сохранены в эту папку. На жестком диске будет больше порядка. Сделаем это. Создаем новый трек. Приводим его в готовность к записи. Но для старта записи нажимаем не эту кнопку, а давайте воспользуемся горячими клавишами. На PC это Ctrl R. На Mac это Ctrl R. Нажимаем эти клавиши, и запись пошла. Запишем три куска. И снова посмотрим. Вот наша аккуратная папка. И в ней файл проекта. А рядом аудиофайлы. Уже лучше. Но все равно беспорядочно. Если у вас тысячи аудиофайлов и множество файлов проекта, если вы, например, сохраняете разные версии проекта, то будет очень легко запутаться. Поэтому давайте сделаем еще один шаг. Снова удалим. Вернемся в Reaper. И снова откроем окно Preferences. Вот здесь есть еще одна опция. Открывать свойства нового проекта. Эти свойства, по сути, являются настройками проекта. Мы можем настраивать каждый проект отдельно. Эти изменения не глобальны. Отметим тут. Нажмем ОК. И теперь создадим новый проект. Снова открывается диалоговое окно. По умолчанию уже отмечена опция о создании отдельной папки для проекта. Это осталось с прошлого раза. Наберем New Song. Жмем Сохранить. И теперь появляется вот это окно. Настройки проекта. Эти настройки относятся только к конкретному создаваемому проекту. Этим они отличаются от опции окна Preferences, которые имеют глобальное применение, то есть ко всему компьютеру. И по умолчанию настройки тут вот такие. Частота сэмплирования 44100, темп 120, размер 4 четверти. Настроив программу так, чтобы это окно появлялось автоматически, мы можем оперативно вносить сюда изменения для каждого нового проекта. Зайдем во вкладку Media. И здесь мы можем выбрать, куда мы будем сохранять аудиофайлы. Кликнем в этом поле и наберем Audio Files. Теперь Reaper создаст папку для аудиофайлов. Туда они и будут сохраняться. Теперь запишем что-нибудь. Создадим трек. Включим готовность записи. И теперь откроем директорию. Снова у нас папка. И в ней у нас файл проекта. И папка для аудиофайлов. Это намного аккуратнее. Можем упорядочить файлы по названию, подать изменения. И они у нас в отдельной папке. Такая организация лучше. Так намного аккуратнее. То есть файл проекта здесь, а все аудиофайлы в отдельной папке. Но это относится только к данному проекту. Если мы хотим сделать эти настройки по умолчанию, то мы возвращаемся в настройки проекта либо здесь, либо щелкнув по этой кнопке на тулбаре. И в этом окне мы жмем на эту кнопку «Сохранить в качестве настроек проекта по умолчанию». Но прежде чем это сделать, мы можем внести тут изменения. Вместо формата WAV можем выбрать AFF, MP3, или любой другой. Можем установить 24 бита, 16 бит, 32 бита. То есть все можем поменять тут или тут и сохранить это в качестве настройка по умолчанию. Темп, размер, шкалу времени для айтемов. Мы разберемся с этим потом. Сейчас же мы хотим, чтобы все аудиофайлы сохранялись в отдельную папку. То есть мы оставляем это вот так и сохраняем настройки в качестве настройка по умолчанию. Теперь каждый новый проект будет вести себя точно таким же образом. Создадим еще один. Сохраним его как New Song. Создадим новую папку. Теперь открылось окно настройка проекта. И автоматически будет создана папка для аудиофайлов. Потому что мы сохранили это вот здесь. Но поскольку это окно открывается каждый раз, то мы всегда можем тут что-то изменить. Поставим темп 130. Изменим размер на три четверти. И у этого нового проекта будут вот такие настройки. Но если вы не хотите, чтобы каждый раз при создании проекта появлялось окно с настройками, мы можем отключить это. Вот тут. То есть настройки по умолчанию продолжают действовать. Просто окно с этими настройками больше не будет появляться при создании проекта. Но это как вам нравится. Вот эта секция показывает, как происходит сохранение и бэкап проектов. По умолчанию вот эти опции включены. То есть каждый раз, когда вы сохраняете проект, создается бэкап файл предыдущей сохраненной версии проекта. То есть если я нажму вот тут «Сохранить проект», или вот тут нажму на кнопку «Сохранить проект», вот здесь создается бэкап. Переключим отображение в виде списка. И отсортируем по дате изменения. И вот наш файл проекта, а вот бэкап. Если я снова сохраню, время изменилось. Новый файл сохранен в час двадцать шесть, у бэкапа же время создания час двадцать пять. Таким образом, у нас имеется резервная копия. Но есть и другие возможности. Вернемся в «Preferences». Вот тут мы можем выбрать «Хранить множество версий». При каждом сохранении будет создаваться новая версия проекта. Версии будут накапливаться. Но это полезная вещь, потому что файл проекта занимает мало места. И если вы сделаете ошибку, вы всегда сможете вернуться к более ранней версии. Но я предпочитаю вот эту функцию — «Бэкап с временной меткой». Она делает то же самое, только дописывает время сохранения в названии файла, чтобы вы видели, когда он был создан. Отметим эту опцию. Нажмем «Сэйв». Сохраним проект три раза. Зайдем в директорию. И видим три файла с временными метками. Раз, два и три. Это резервные файлы на случай, если вы сделаете ошибку. Если мы сделали ошибку в файле проекта и сохранили его, мы можем вернуться к этим файлам, ориентируясь по их временным меткам. Эти файлы тоже накапливаются. Сделаем еще три. Раз, два, три. Теперь их шесть. Здесь бэкапы проекта, показывающие время, когда вы их сохранили. Здесь дата, а здесь время. Но есть еще опции. Вернемся в «Преференсис». По умолчанию, каждые 15 минут создается бэкап. И вы можете определить, когда это должно происходить. Когда не идет запись, во время остановки, или в любое время. То есть, не важно, что происходит с проектом, каждые 15 минут будет создаваться бэкап. Я предпочитаю меньший интервал. Я ставлю, когда не идет запись. То есть, бэкап будет создаваться между сессиями записи. И здесь я поставлю три минуты. То есть, каждые три минуты будет создаваться бэкап. И в эти бэкапы также может дописываться временная метка. Если мы выберем вот эту опцию, то каждая из этих бэкапов будет содержать временную метку. Так же, как и вот эти бэкапы, которые создаются, когда мы нажимаем кнопку Save. Автоматические же бэкапы создаются сами по себе. Теперь, каждый раз при сохранении создается бэкап. Кроме того, дополнительно каждые три минуты тоже создается бэкап. И все они сохраняются в эту папку. И мы можем сортировать их, подать изменения. Вот наш файл проекта, а вот наши бэкапы. А миди или аудиофайлы лежат вот в этой папке. Вот так создается новый проект в Reaper. Хорошо, когда ваши проекты правильно организованы. Хранятся в отдельных папках вместе со всеми медиафайлами. Так удобнее делать резервные копии проектов или отправлять их другим людям. В общем, вот так создаются проекты в Reaper. В следующем уроке мы разберемся с треками. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Куааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Продолжение следует...